всем привет дорогие друзья и подписчики сегодня в этот прекрасный субботний вечер мы собрались чтобы снять для вас итоговое мнение свое подвести так сказать итоги по поводу отдыха в отеле штангебергер алказар в котором мы отдыхали ровно четыре месяца назад почему мы это делаем объясняю вам ну потому что как бы слишком этот отель для нас показался идеальным мы просто там мега крутой знаете вот вообще вот впечатление они были настолько вот как бы наслаивались положительно положительный и просто вот потом уже когда прошло какое-то время мы немножко остыли подумали скажем так решили вам рассказать свои впечатления может быть это кому-то поможет при выборе отеля и вы сделаете выбор в сторону этого отеля просто понимаешь зеленочка когда вы туда приехали мы просто реально вот нам комментарии постоянно пишут что ребята часто матом ругаемся вот видите мы справились мы матом больше не ругаемся просто без красного словка словка без красного словца жизнь-то не вела это без красного словца не всегда пишет данную ситуацию потому что если реально это классно ты допустим скажем с каждым словами это супер это бомба но если это не бомба не супер а это другим словом вот в общем да первое наше впечатление когда нас привезли в отель мы зашли в основное здание нас провели к ресепшену и мы обалдели от таких вот роскошных размеров это большое такое если честно я думаю что это просто дубай да это похоже было на дубай все в белом таком стиле сделано вот и что хотелось бы сказать в главном здании находится два лобби бара что не в каждом отеле и туда может упасть каждый посетитель то есть если в разных отелях то может быть допустим один для ультра все включено гостей другой это для всех посетителей то здесь вы можете абсолютно с уверенностью приходить вас обслужат отзывчивые персоналы и вы будете очень довольны значит что хотелось бы сказать первую очередь о лобби барах раз мы уже о них начали говорить они достаточно большие скажем так большого помещения очень много уютных мест то есть вы можете как парочка прийти такой большой компании там большие диваны с многочисленными стульчиками и также я могу сказать там вот огромные такие длинные барные стойки что в принципе не знаю мы там сколько человек могло уместить то вы ему очень много там еще к нам немки походили к друг другу не мешали и бармены очень весело нас обслуживали шутили с нами естественно самый основной как бы такой вот пунктика то что общение в этом отеле на английском языке да сразу привыкать и к этому потому что не все вас поймут если они понимают русский то английский это обществом темно одесса вот серьезно вот допустим кто стоит на ресепшен лобби боя правильно они понимают все они говорят она там есть специально говорит о немецком если то на русском а есть на английском кто-то говорит и лучше хорошо на русском общался с нами там парень был не знаю сейчас я вставку вам сделаю что не помню как его зовут уже времени столько прошло как бы квалифицированно очень как бы став у них там нет никаких вообще не знаю нареканий согласись единственное что нам не понравилось но это мы скажем позже в минусах часто продолжит только плюсах да и хочется сказать самый главный плюс что именно в этом отеле подают ко всем напиткам которые вы заказываете снеги туда входят фисташки кешью миндаль а также допустим из овощей там была морковка не поверите но это тоже при море такая нарезанная свежая морковка потом свежий огурчик и маслины это вообще мега круто потому что маслина вот такие огромные маслины это круто скажу почему потому что как бы вечером не всегда можно допустим кто не успел поужинать или допустим скажем так лень идти в ресторан где после 12 вас могут накормить это круто когда вам к алкоголю приносит какой-то скажем так перекус легкий не захмелеет хотя мы видели когда дедушку британцы старого дедушка выносили вот представители рученьки старенький такой дедушка 70 лет и такие же старенькие дедушки и бабушки и несут его это так мило вообще здорово прям радуга потом что вообще нас принципе обрадовала и мы хотим с вами поделиться это наличие бассейнов там три бассейна очень больших бассейн подогревом все все бассейны с подогревом и мы отдыхали в апреле и вода достигала 28 градусов то есть это а то может быть и больше потому что на солнце да она еще нагревалась поэтому это вообще в принципе огромный плюс если вы не любите холодную воду также у бассейнов очень новые комфортабельные лежаки и кабаны которые под навесом вы могли могли бы укрыться от солнца либо посторонних глаз и провести романтично свой день либо допустим поработать за ноутбуком если у вас когда рабочие моменты я просто брал свой ноут причем заметим вай фай вай фай покрытия по всей территории это вообще что-то потрясающее не во всех отелях египта можно так сказать во многих отелях египта отсутствует бесплатный вай фай только за деньги вы можете приобрести здесь же бесплатный вай фай вдумайтесь и идеальное покрытие такого не бывает но такое бывает именно в этом мы даже были на пляже возле моря ловила но хоть худо-бедно но все равно сигнал присутствовал и как бы в этой прекрасной кабане мы заседали жена рядом естественно загорает принимает солнечные лучи потому что мне этот загар вот так вот честно я там еще засел по работе там общаясь там севастополь на связи привет привет алло блины мы там сидим там по вайберу там с кем-то вообще супер сигнал как бы не знаю вообще вай фай просто бомба так дальше у каждого бассейна мне что понравилось и вам это будет полезная информация есть детские бассейны тоже с комфортабельными лежачками поэтому это супер что вы можете отдохнуть в глубоком бассейне рядышком там совсем мелкий да совсем мелкий бассейн поэтому это круто далее что нам понравилось не во всех отелях египта можно так сказать я в принципе не наблюдала а бассейн для взрослых это вообще потрясающе табличка дал сон там только взрослые отдыхают там вам абсолютно бесплатно подойдут протрут очки это вообще подадут вам полотенца во льду с цветами тропическими предложат вам скажем так в вас обшикать прохладной водой как ты же не подошли получается на что только прохладный аромат на это говорит давай 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 типа я такая нет я такая мне это что он не хотел бы я говорю вначале нет нет а потом такая ну ладно давай и он мне пшикает и я офигеваю то что это ледяная вода но в принципе на жире так у меня фотка осталась можно покажу где ты отпрыгнула просто как делать именно с места события где жену орошает да на самом деле это прикольно когда потому что солнце днем может достигать до 40 градусов даже в апреле поэтому вы запасайтесь солнцезащитными средствами в любом случае в любом случае потому что что ваша кожа не пострадала далее очень именно на этом взрослом бассейне очень такой отзывчивый персонал к вам подойдут примут заказ вы можете заказать себе любой коктейль который вы пожелаете любой напиток пусть это будет алкогольный безалкогольные со льдом без льда то есть они вообще очень внимательные на самом деле но опять же общение у вас идет на английском языке хочется отметить алмаза бар это возле второго бассейна и если вы выберете этот отель и будете гулять по территории вы поймете он такой в белом стиле 2 что от моря что получается находится и там между прочим мы обедали там разнообразное меню и салаты и пицца и гамбургеры до бургера вообще бургеры вообще суперские просто и салатики там вы тоже сможете себя выбрать там подают и коктейли и мороженое я же вообще любительница там было три вида клубничная ванильная шоколадная в первый день было шоколадная даже с кусочками шоколада черного но потом просто шоколадных выловно получился как говорится покушали и хватит да все равно это круто и в этом баре между прочим а мы узнали что есть самбука и получается нам наорало просто сказал бы мы сидим смотрим там давайте сделаем коктейльчик он такой самбука самбуком просто такая типа пошутил мы такие ну чё вы люди простые давай да хочется отметить то что скажем так в египте достаточно делают приторные коктейли во всех отелях это у них ты видела из чего они делают у нас в отеле моте карло придут в котором отдыхали поставили такой пакет типа аля юпи только с такими крупицами как соль для ванн сыпет либо какие-то ядовитые сиропы но в общем не об этом мы хотим отметить вообще работу ребят о том что мы допустим подходили к ним говорили тот вкус который мы хотим почувствовать в коктейле и они специально для нас делали коктейли скажем так под наши вкусовые предпочтения и которых эти коктейли они вообще собственно не существует не же не в меню не в прайсе поэтому да как бы вы можете подойти и скажем так любезно попросить барменом вам сделать коктейль который вам нравится и это будет вообще здорово потому что в других отелях могут сказать о том что только по меню либо вы потом должны будете заплатить какие-то я еще пробовала у них капучино я любительница капучино вообще фанатик кофе кофеман вот там потрясающий кофе капучино и правда я так и не поняла с каким молоком но он был такой жирненький горблюжим я не знаю какого молока но это был капучино потрясающий и вообще его можно было хоть ложкой есть он такой бустой ты его так в принципе ела собственно в общем да вообще очень все понравилось затем что хочется сказать по поводу по поводу алкоголя алкоголь это вообще отдельная тема как мне сейчас перебью подписчики писали бы человек писал михаил если на смотришь михаил это получается русский человек живущий в германии он наш посмотрел каждое видео связывал со мной по вайберу и спрашивал там все все нюансы и потом на четвертом видео уже пересмотрел все наши выпуски то есть мы обязательно посмотрите он писал говорит просто вот так вот не привет не пока любители выпить как бы мы не знаю любим выпить но потому что это он инклюзив смысл лететь на инклюзив и ничего не выпивать вы можете заказать себе завтраком либо просто там обед ужин и вообще салли лететь в египет где зачем он и клюзин если как бы зачем переплачивать конечно вода и хотелось бы отметить мы сделали небольшой опрос а у гостей этого отеля нравится ли им алкоголь брали ли они с собой что они вообще думают по этому поводу и все практически в один голос сказали что они жалеют что не взяли в дути фри алкоголь потому что действительно весь алкоголь крепкий и не крепкий он абсолютно годный огромное количество огромный выбор пива разное вообще крутейшая потом виски сушенка ром текила самбука то есть принципе мы не все даже пробовали бы даже не знаем что в меню потому что я мы любые любимые напитки остановились на чем-то даже не пробуя другие и уже как бы их скажем так ставили в предпочтение вот а как бы остальной алкоголь весь классный могу отметить что здесь в этом отеле подают шампанское какое шампанское белое и розовое это вообще мега круто и мы скажем так днем могли себя позволить по бокалу шампанского белого или розового и скажем так за обедом выпить по бокальчику это мне кажется круто потому что как бы не во всех отелях шампанское и она как-то я не знаю атмосфера праздника что ли какая-то я была удивлена что там три вида фреш и в любом баре в любое время суток вам предоставят это вообще круто реально это фреш я вначале честно даже вот муж не даст соврать это как увидела наливает манну фреш какой-то такая спрашивала что это за напиток он говорит маманга фреш я такая что я действительно попробовал он с кусочками манга прям не поверить волокна это просто это идет как сумму даже не смузи а как я не знала как в блендер если манга накидать его взбить вот прям вот как кажется это так вкусно вы не себе представить не можете это ну вообще вот три вида фреш и абсолютно бесплатно в любое время суток на любом баре вам предоставят и это мне кажется круто причем есть еще фреш и глава была клубника было апельсин апельсин был насколько я помню 4 4 4 вида фреша значит что хочется сказать о номере о наполнении мини-бар а хочется сказать о том что у кого пакет ультра все включено там очень хороший мини-бар достаточно такой в принципе там все есть там есть пиво шоколадки печеньки а также там содовая это кола фанта пепси и это то что хранится в холодильнике над холодильником красивая полочка там стоит к маленькая-маленькая бутылочка вина красный между 02 красного сухого вина стоит и какие-то там снеки там печеньки мурлок какие-то печеньки там не знаю не сухарики следующая хочется отдельно отметить вначале основной ресторан основной ресторан значит там вообще что-то потрясающее когда нам оформляли документы наши при заселении нас отправили вначале на завтрак мы когда туда зашли в этот ресторан мы честно обалдели там красная рыба холодного горячего копчения видов 10 сыров из плесенью из синей плесенью из белой я просто вспоминаю нас мы заходим метро вечно такой язык может и возьму такой маленький кусочек дорого а вот там просто бери не хочу я уже так зажрался такой чем-то дает резины какой-то это вообще жизнь да и пока не забыла хочу сразу дополнить если допустим какой-то вид сыр или рыбка заканчивается тут же сразу бежит персонал забирает пустой поднос и сразу же несет свежая засекал максимум минута снимали обзор они пополняют постоянно еду и как бы нет такой вот как бы толпы то есть следующее на завтраке в разном виде яйца как бы это смешно не звучало и амблеты и яйца бенедикта и яичница и любые тебе наполнители в принципе это во всех отелях но там как-то они просто вот такие креветки вот такие креветки валяются креветки лежат у них на столешнице на полу и никто их не поднимает если в другом отеле я нашел где-то креветку и признаю пошел бы по моему и съел бы честно потому что но как здесь вот именно вот такие огромные там не знают у нас таки называется лангустины получаются у них и хочется заметить что в основном ресторане на ужине на обеде или на завтраке если вы хотите крепкие напитки там их не подают там только либо вино либо шампанского фреша либо вода там какая вам понравится в принципе кстати вот на лобби баре были платные алкогольные напитки это там типа чего с оригинальной не смешно с оригинальной это ладно вы должны это учесть потому что у кого ультра все включено входят только местного производства но они очень годны очень хорошего качества очень вкусный оригинального производства это все за отдельную плату поэтому вы должны на это рассчитывать потом следующее хочется сказать раз уж мы пройдут заговорили отдельное внимание заслуживают ресторана аля карт это что-то просто неимоверно на территории отелей пять ресторанов аля карт для пакета у кого ультра все включено вы можете посещать любой а ля карт и ресторан сколько раз допустим вы отдыхаете про ты про ультра другого про ультра все минуло вы можете посещать его сколько угодно раз то есть допустим если вы отдыхаете 10 и не ограничивая correctly не ограниченная правильно если вы отдыхаете там 10-14 дней вы можете там в один ресторанку каждый день ходить если он вам понравился ну и либо собственно кушать в основном ресторане поэтому хочу заметить то что в ресторанах аля карт у каждого ресторана вообще своя подача кухни то есть нет такого что все вынесли с основа с основного ресторана и тебе это подают в аля карт нет такого нет это вообще что-то потрясающее то есть по меню ты заказываешь допустим мы были средиземноморском а французском ресторане нам там если это был себаз да допустим он был там из подушки со шпинатом и он так был завернут красиво то есть там как-то как бинокль еще было овощами там начинен поэтому это вообще что-то интересная подача в наших ресторанах нашего города допустим делом посещали других ресторанов мы такой как бы не видели там действительно изыски то есть у каждого ресторана если они заявляют что это определенное направление кухни они этого придерживаются затем в ресторанах аля карт подают крепкие спиртные напитки то есть и вами заказаны ну естественно местного производства вы можете их забронировать в отдельном скажем так офисе который находится в основном здании вы можете подойти к ресепшену и вас направят вы можете зайти в этот офис и с левой стороны будет электронный монитор где вы можете либо собственноручно забронировать любой абсолютно ли карт который вам понравится либо попросить менеджера русскоговорящего ну если вы на русском либо на английском то есть в общем да спасибо большое менеджер анастасии за то что она нас прислушивалась к нашим советам мнением о том что нужно поменять и помощь как она прислушалась а вот вы помните такая есть эпоха сталинизма это получается если где-то так шаг слева шаг в сторону на расстрел получается где-то было примерно это естественно сарказм я конечно говорю помнишь была ситуация когда нам не понравилось поведение на лобби баре на лобби баре этого бармена да да но его уже там нету не знаю либо это мы либо это анастасия либо еще не знаю была такая ситуация что просто мы уже с ними там хорошо наладили контакт там прикалаемся шутки шутим как будто мы там друзья которые друг друга знаем лет я не знаю так друзьями вообще сли честно это начали уже там там приходит таким на как кореша мы такие ну господи ребята на давайте вести себя нормально получается ну и на перегибать палку там не слушают это хорошо там был такой момент чудо драки не дошло этом уже их успокаивал но не суть и мы получается и после получается на стасек нам постоянно подхода и она хитрым образом она так говорит а расскажите как вы провели вечер а где вы были и мы такие просто как-то ненавязчиво она нас раскручивает говорится как тоже пофиг вечер закончен думаю уже сами разобрались и все но вам все нравится вы же понимаете у нас такой отель нам важен комментарий любой вам нужно любое мнение мы всегда шумы мы все для вас мы хотим там исправить там если что вас там не устроило и и по часам это как-то не знаю там что там сидит там пили коктейлем это герри там не знаете и вот возле лобби вчера напрягли а так ничего а что там напрягут вы можете за свой отдых не беспокоиться то есть если вас что-то не устраивает если вас не устраивает какое-то поведение персонала вы можете подойти к менеджеру ну к своему да допустим который курирует русскоговорящему или украинскоговорящему объяснить всю ситуацию и она через главного менеджера будет решать все вопросы причем это все в течение там не знаю 30 минут все решается потому что мы потом даже в барной стойке уже в лобби-бар пришли а где ранее там конфликт произошел там просто настолько просто здравствуйте и как будто мы друг друга не знали не подумайте мы не зажались но просто так она действительно было не врет так получилось так получилось мы не специально манеджеры блюдят скажем так если мы отдыхали в других коктейлях были какие-то конфузы мы автоматом пытались кому-то там не знаю что доказать рассказать вот вам фигушки да ничего не реагировал если тебе что-то не нравится ты можешь не знаю там собрать свои вещи улететь они как-то в других отелях просто хорошо и все в общем в принципе о плюсах можно говорить вечность но в принципе как бы так и не знаю все сладко не казалось мы нашли минусы но они незначительные спустя уже да значит первое хочу сказать вообще в принципе не в этом отеле а в общем в египте шар-эм-шейхе по вечерам комары это просто какой-то бичик проклятие что вы можете сделать скажем так так как в отеле это тоже минус нет магазинов именно при отельных вы там не сможете купить не фумигатор не какой-то спрей от комаров вы пожалуйста либо запаситесь заранее привезите с собой либо у них там принципе недалеко минут 7 или 10 пешей прогулка есть рыночек вы там можете все купить но в принципе комары они нам не мешали потому что я изначально знала и мы с собой все привезли правильно и фумигатор и спрей вот второй минус это скажем так про номер пока не забыли мы вечером вышли с мужем мы вышли с мужем вечером скажем так на нашу террасу и просто прикрыли дверь но так незначительно не сильно и она просто закрылась и вообще очень сильно поразило что ручка только с внутренней стороны комнаты то есть смотрели причем там даже нету ручки там просто есть защелка за счет росты такая защелка да 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 вверх вниз то есть странным образом со стороны террасы не было ручки не мы не ручек вот так лопнулась и мы там добрых два или три часа провели а так чтобы понимали скажем так в египте очень резкий перепад температуры даже жарко бухта на пк получается что-то швоза ветров все получатся понимали что вечером где-то градусов наверное 19-20 было но а в тот день ветер поднялся очень хочет творится блин так вот вот забудешь так балкон там закрыть и все сегодня вообще не знаю просто какой-то ураган в египте плюс еще очень сильный ветер он достаточно холодный бриз с моря поэтому мы там околели за три часа кричали там во все горло персонал он кстати вы должны понимать не весь персонал понимать не просто русский язык а еще и английский поэтому мы методом жестов в темноте причем до жестов что было до жестов получается я при собственно ручно пытался пытался скрыть эту дверь почему не получилось уже настолько не знали на два сантиметра я приоткрыл я просто его так тынс 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 получается там рама я давай еще уронить у нас это не получил я специально начал дебоширить уже еще повезло у нас было 0 5 виски понимаешь вот она нам немножко нас согрела немного потому что люди до полпят у нас освободили да в общем чем все закончилось мы все-таки докричали проходил мимо молодой человек до персонал став и мы уже там на английском с ним пытались объясниться что нам нужно и что вы думаете только через 40 минут нас он говорит да нет проблем сейчас только тебе то через 40 минут до в течение где-то так мы там еще там сидели то есть я думал просто он забыл да просто будьте бдительны если вы заходите выходите на террасу обращайте внимание не заглопывайте двери потому что в принципе не знаю как в других номерах но мне кажется они идентичны следующий минус это пляж зай да но пляж у нас такой сейчас вам ставочку такой сделаю там недолго так вот жена моя идет зайди ко мне в лужу вот вы видели я еще звала геруза июня иди ко мне в лужу но в принципе я привлекал добрых не знаю там 50 метров грязь авослины не там ты идешь тебя вот его знак сколько было на 25 и все даже не по колено понимаешь ты идешь 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 а толку нету вот когда мы только заехали прошло не знаю там 45 дней начали строить только пирс там не знаю заведли древесину заведли камень эти буры работали причем ночью мы там не слышали ничего не мешало хотя мы жили прямо вот скажем так хотя в часов где-то пол четвертого ближе к пяти не только начинаю это строительство причем где-то месяц назад общался с человеком с михаилом который там прислал фотографии он говорил что там типа уже строительство там уже идет полным ходом что может быть к середине а может быть ближе к концу осени уже понтон принципе не понтоном же пирс полноценный до построит а так мы ходили на через один отель я не помню джесс мир и блогер создавался до ну не выходили как бы до конца тоже не дошли но вот это единственный конечно минус но это поправимо надеюсь вам повезет а именно через отель так как там есть договоренности кто смотрел наше видео поймут вы можете в принципе дойти до конца этого их пирса в принципе если вы хотите сразу что было глубоко и небольшой пирс то это другие отели либо допустим что я могу сказать поводу ну водный мир честно мы даже мы не дошли мы не посмотрели потому что были постоянно заняты честно я вам скажу вот мы хотели отдыхались тема для вас влоги в принципе нам этого красного моря мы уже не знаю не первый раз египте вот-вот а красное море мы везде попали мы посмотрели на задачи вот и цель была другая и главный минус который не касается отеля а касается отдыхающей ну да именно товарищи отдыхающих да мы когда сидели во французском ресторане средиземноморской кухни первый ресторан в который мы только за это первый день и котов который мы прилетели да и мы когда туда пришли к нам подошел официанта и когда брал у нас заказ сейчас перебью вот ненавижу говорить о политике это наверное вот на нашем канале вы первый последний раз просто услышите и увидите но это того коснулась и но это было жизнь рассказывать к нам подошел официант чтобы взять у нас заказ мы делаем заказ и он у нас спрашивает а вы откуда и мы отвечаем ему мы с крыма что вы думаете официанта прошла крым это где мы такие говорим россия мы слышим голос такой типа крым это украина и человек не может остановиться то есть я слышу голос он продолжает говорить о том что крым это украина каких-то политических своих взглядов причем этого человека не видно допустим мы стоит ширма получается и они сидят за нами и где-то и кто кричит крым это украина мы не пророссийские мы не про украинские нам просто пофиг на политику мы просто живем как жена говорит отстаньте от нас мы вне политики вне религии нас просили нас официанты просто не ты неправильно просто рассказала он спрашивает а кроме это ukraine and russia на у типа сейчас он спрашивает что сейчас мы говорим типа last ukraine сейчас на момент типа это раша мы человеку пытаемся как-то объяснить что типа действительно вот ребята вот честно в комментариях просто не надо сейчас писать вот вот телефон забрал ладно хорошо раз попали скажу пишут в комментариях допустим вот мы сняли влог мы показываем отели что не берет что мы добирались города севастополя не то что меня бомбит может просто же кирпель нагрев но суть в том что человек пишет не то что ой какой классный отель первый комментарий крым это украина бесспорно аляска это россия согласно согласно это как старый добрый пословица как вы дожили до 100 лет я ни с кем никогда не спорю но это же невозможно полностью с вами согласен вот мы просто абстрагируемся мы просто устали так от этого что-то просто невозможно зак продолжать просто скажем так было неприятно то что мы еще даже не успели сделать свой заказ нас просто резко прервали и не прекращались просто в своих скажем так высказываниях в грубой форме это все было у нас конечно настроение сразу упало я пыталась начали как-то это конфликт на нет свести но человек просто не соизволил даже вообще задуматься о том что он сидит с женой со своей о том что у них ребенок внизу в киц клабе то есть ему было плевать на все ему надо было бы сказать лично сугубо свою субъективную точку зрения и это действительно как-то немножко расстраивать что в принципе если вы отдыхаете в отеле где разные там нации культуры и прочее да там какая политика на отдыхе политика на отдыхе это неважно абсолютно вы просто должны абстрагироваться отдыхать получать удовольствие а не подслушивать что там за ширмы говорят откуда это честно бред понимаешь насколько люди не знаем нечем было заняться получается я потом этому человеку ответил я не буду говорить все эти я начал только снимать на камеру я такой ситуации просто где-то у нас другом городе не на отдыхе мы просто приходит пришли и снять в ресторан старом и нас нормальное настроение записать на вас влог сидит какой-то не буду называть матом человек со своей причем людям ему же за 45 где-то люди уже взрослые видимо уже знаешь такие там и метки так жизни статусами прочее мы помоложе да хорошо мы никого не трогаем никого не дергай мне просто такое состояние тогда было мне хочется взять в нож и тупо ему в руку садить честно я не злой человек я очень добрый но просто меня сбесил не крым не украины россия мне срать на это честно не записала что мы просто сидим и кто-то начинает влазить не знаю в наш диалог не знаю как говорится это я так воспринял куда кто-то влазит нам в душу и специально на конфликт подталкивать то есть человек не мог угомониться и он прям дальше дальше конфликтует конфликтует в общем да хочется сказать что в принципе отдыхайте и наслаждайтесь отдыхом они засоряйте голову себе окружающим какими-то своими просто ребятами мыслями то есть там каким-то негативом просто до абстрагируйтесь и наслаждайтесь вообще летом и прекрасная погода и особенно на отдыхе мне еще произвела ситуация параллельно танина подруга отдыхала в отеле монте-карло вы наверно его видели она просто сказала посоветуйте нам типа отель побюджетнее таня говорит приезжайте монте-карло получается мы почти уезжали и они туда приехали вот расскажи вот вкратце просто ситуация что произошла просто что люди творят честно вкратце когда я уже прилетела вернулась и она где-то спустя там три-четыре дня она вернулась и мы с ней встретились и она такая говорит слушай танюша у вас не было никаких конфликтов на отдыха на отдыхе я такая в смысле как это конфликт он как говорит ну ты представляешь говорит мы сидим в лобби баре монте-карло и моя подруга она встает и как бы подходит барной стойке и просит чтобы ей налили вино на что бармен говорит у нас бокалы сейчас закончились дождем пока принесу чистые она говорит ну как бы в принципе не все равно вы можете мне в чашку с под капучино налить и соседнего столика компания сидит уже такая хорошо подвыпившая и говорит ой сразу видно вы случайно не с крыма она такая ну с крыма ой понятно то есть в общем и они настолько развязали конфликт что человек который живет в одессе вообще сидела там со своей женой он за них вписался чтобы их не побила другая компания он там их отставил чем компания девчонок было девчонок да девчонок то есть там была мама моя знакомая то есть в принципе как бы мы сами были в шоке но мы сказали да у нас примерно была такая ситуация слава богу до такого не дошло до рукоприкладства но не дошло потому что если бы они бы еще в этом пару слов бы сказали причем это дело не вообще не о политике это просто уже личных интересов уже люди на личности переходят поэтому просто хочется сказать что это не в одном отеле такое происходит и ребят ну давайте же давайте жить дружно какая разница вы же понимаете мы отдыхали получается причем мы стараемся мы вдвоем у нас мы на своем приколе мы ни с кем не знакомиться никого как говорится не достаем получается мы только приходим лобби и к нам все подтягиваются нам пришел к нам пришел же я евгений просто это очень-то нет на самом деле идем и жил уже по русскому традиции рыба моей мечты только ты рыба моей мечты только ты рыба моей мечты только ты рыба моей мечты не выгодные очень шансы овен как говорится овен 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 это такой знак как говорится подними глаза прожде женское лето о круто давай загадай все то о чем мечтаешь ты в жизни до тебя я так счастлив не был для тебя одной их так любишь ты эти белые цветы я люблю тебя до слез забыли его фамилию мы с ним познакомили отличный человек он сам из питера они со своей женой и супругой отдыхали получается любочка если смотрите вам при этом мы все выступили кристаллом кошкам лапы моем большой вот такие супер ребята они живут в германии получается где не живут дюсселдорфе да и отлично ребята мы с ними познакомились и вообще общались на разносторонные тени тем тени говорит темы днепропетровска шикарные ребята получаются получается два друга после за приехали получается каждый с женами вообще мы с ними там были не знаю там прошли вообще они знакомились на петровска и не было никаких вообще проблем с украины люди спрашивают откуда скрым как там у вас ну так то у нас так не все и блин но это же круто блин ну не нужно быть такими радикальными серега помнишь беларусь 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 и неправильно говорю беларусь наверное да беларусь вообще страна не знаю они там старгированы от всех они ничего не спрашивают им ничего интересно главное какой ты человек они сказали ребят вы только молчите откуда вы таки в смысле это вообще нас настолько удивило потому что с крыма типа относятся очень плохо и на вас там будут кипнофарки а у нас просто в голове не укладывается что вы кому-то сделали мы вообще выходим мы на позитиве причем как бы всегда там улыбается со всеми очень достаточно учти мы были монте-карло таких проблем не было в этом типа тот же вопрос как там вас крыму как там ну вот у нас такая проблема не знаю мы собираемся польшу но там так там у вас там толку туда все не было блин мы не знаю ездили во львов мы не столкнулись ни с какими конфликтами никто нас не засаживал и там а вы севастополя вы там не знаю там путиниста там и прочее никаких проблем вообще не возникало не монте-карло именно в этом отеле почему так помнишь как сергей из беларуси рассказывал мы общаемся с детьми получается играть я со своим ребенком получается и люди с украины извините общаются с ребенком и они такие задают вопрос говорит а у вас какой-то акцент странный вы совершенно из россии нет я с беларусь тогда дети могут гулять типа наши дети могут общаться он рассказывал ребят но это не абсурд ли да в общем как бы все хватит о негативе это скажем так самый такой курьезный случай который произошел с нами все остальное это вообще нет это не курьезный случай я захожу на любое видео там блин в комментариях там такой гвал там люди обкладывают друг друга за что просто все мы люди все мы братья получается ну зачем это делать ну в общем ребята отдыхайте учитесь отдыхать с открытым сердцем скрытой душой вообще ни о чем не о политике не о религии просто абстрагируйте не важно это россиянин молодого это люди это люди главное мне в голову просто не может прийти зачем так да ребята и хочется вообще закончить этот влог на положительной ноте спасибо вам огромное что вы пишете свои добрые комментарии ой комментарии действительно добрые вы так радуетесь не знаю я аж растрогался получается я вообще черт сухарь бену я читаете комментарии но это вообще это нечто люди спасибо вам самый лучший обзор это у вас у нас молодой канал но мы действительно стараемся очень приятно мы хотим что-то показать и когда пишите комментарии мишу так вот все перебираю думаю из-за этого записать влог нас на самом деле мотивирует мотивирует серьезно так что люди вот так что спасибо вам большое что вы посмотрели это видео ставьте свои лайки до спешите свои добрый но если кто то напишет не добрый комментарий нет а принципе конструктивную критику мы естественно воспринимаем да мы всегда общаемся мы всегда отвечаем ну если человек напишет в этом трата тра там общение по теме минут комментарии не знаю улетит не знаю в банну принципе человек старался так долго писал а я за секунды удаляю в принципе дело ваше хотите пишите заканчивать прекрасный вечер да ребятки давайте за вас о множество заканчивается полный так что ребята желаю отдохнуть в этом отеле отель прекрасный мы его рекомендуем рекомендуем честно потому что вот ни один такой отель мы не рекомендовали ни разу этот отель действительно